В президиуме представители администрации, Росгвардии, ФСБ, УВД, МЧС, в зале председателей гаражных кооперативов и задавуческих товариществ. Хозяева этих объектов нередко сдают их в наем, извлекают выгоду и при этом не платят налоги. Но все же главный вопрос это безопасность. К сожалению, но ради заработка, 25 тысяч гараж дается в аренду, кроме заработка люди забывают о том, что те, кто там проживают, могут быть опасными для общества. И если сегодня не заниматься вопросами безопасности, не выполнять их, быть недисциплинированным, жди беды. Беда в марте этого года пришла в село Бестужевское. Отчим убил свою пятилетнюю паченицу. При этом преступник проживал в России незаконно. Дачный домик в садовом товариществе луч снимал. Информацию о новом жильце председатель садового товарищества должен был для проверки подать в полицию, настаивает Пахомов. Но это не было сделано. Когда мы только начинали работать в садовом товариществе, даже не думали, что это тоже входит в наши обязанности. После последнего события, конечно, пересмотрели полностью отношения. Сейчас мы следим за всеми прибывающими, как вы правильно сказали, квартиранты. Кто там сдает или приезжает временно. Понятно, что надо здесь с участковым и держать, что называется, связь. Сейчас во всех районах города продолжаются обходы дачных домиков и гаражей. Только в центральном районе 78 гаражно-строительных кооперативов, а это более 2700 боксов. Из них комиссии осмотрено более 2000. Эта работа актуальна всегда, особенно накануне старта летнего сезона и чемпионата мира по футболу. С 25 мая в силу вступает ухаз президента, который предполагает, что все граждане России, въехавшие в Сочи на время мундиаля, должны быть зарегистрированы в городе в течение трех дней, а иностранцы в течение суток. Вторым важным вопросом, который обсудили на совещании, стала тема противопожарной безопасности. В преддверии пожароопасного периода, который начнется у нас с середины мая, поэтому убежден, будет введен особый противопожарный режим, который будет запрещать разведение костров, усиливать ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Будут организованы патрульные группы, тем более у нас будет уже чемпионат мира, подготовка серьезная к этому идет, и профилактические меры будут направлены на предупреждение пожаров, информированное население в первую очередь. Для председателей садовых, товариществ и гаражных кооперативов подготовлены памятки о соблюдении норм пожарной безопасности. Кроме того, им еще раз напомнили о серьезной ответственности, которую они будут нести в случае возгорания и других ЧП. Елена Овсец, Ольга 10, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.